Я всех приветствую на своем канале Инфа Мэч Инфа и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось просто-напросто делать обыкновенное видео без всякой подготовки и вам просто показать продукты, которые мне были подарены на День Святого Николая. Многие из вас могли увидеть фотографию с подарками и теперь мне просто по отдельности хотелось бы о продуктах рассказать, так как это продукты больше бьюти продукты и о многих из них я могу сказать более чем поподробнее. И большое вам спасибо, конечно же, за вашу поддержку, за все ваши комментарии, потому что на самом деле они меня и движут, но и чтобы я могла делать даже вот такие вот простые видео неподготовленные, даже когда у меня нехватка времени на вообще какие-то съемки и нехватка энергии. Но думаю, что, наверное, это какой-то выход из положения, просто снимать неподготовленно, как-то вот в таких вот космических мелочах и приятностях. Давайте же приступим. Наверное, самое первое, что я вам покажу, это будут носочки. Да, потому что моя любимая Мамуля подарила мне вот кучу всяких носочков от Фалька. Очень обожаю вообще эту фирму Фалька, у них очень хорошее качество. Покупаю всегда вот там носки, колготки, очень-очень мне нравятся, их очень много, я даже их не распаковала, все они такие разные и цветастые, так что здорово. Начнем мы, наверное, с декоративной косметики. У меня будет три продукта от Dior и начну я, наверное, с туши. Тушь у меня это Dior Extase, Dior Show Extase. Я думаю, что она многим, в принципе, знакома. У меня был такой мини-такой вариант из набора Dior, дорожного набора. И у меня набралось очень много туши, и надо будет как-нибудь сделать видео-обзор вообще всех тушей. И хочу сказать, что из всех тушей, которые у меня есть, если бы я могла выбрать какую-то свою любимницу, то это будет эта тушь. Поэтому, мамуля, на большой тебе привет и огромное спасибо. Сразу оговорюсь, что кому нравится вообще драматический такой эффект, вот такие вот тяжелые ресницы, этот вариант не для вас. Это вариант больше на каждый день. И особенно мне нравится в этом продукте то, как они расчесывают мои реснички, и как они их укладывают. Это, если хотите, это как укладочное какое-то средство. Потому что каждая тушь, она укладывает на какой-то свой лад. И насколько красиво вот этот вот выглядит, натурально, мне больше всего нравится вот эта вот тушь. У меня номер 090 черный. Сейчас покажу вообще саму всю щеточку. Я все-таки любительница больше натуральных щеточек. Ну, вернее, не силиконных, а вот таких вот полимерных. И здесь вот такие раз, два, три, четыре шарика. Вот она. Поэтому очень довольна, пользуюсь сейчас она тоже на мне, то, что надо. Дальше у нас пойдет помада, которая сейчас тоже на мне. Номер 999. Такое предисловие. И на самом деле, они поменяли сейчас упаковку, да, но на самом деле у меня эта помада уже давным-давно была, потому что это был мой идеальный цвет красного. Вот ее старушка еще, видите, здесь чуть-чуть они изменили упаковку. Буквально. Видите, здесь прорезь такая, и по бокам темно-синяя. Но это та же помада, она у меня уже использована такая вот. И очень я ее люблю, как я говорила, что это идеальный красный цвет. Она ложится, как бархат на губы, не подчеркивает шелушения. В ней явно есть какие-то вот ухаживающие масла, продукты, потому что губы ваши делают прям такими. Очень-очень-очень нравится. Я постараюсь вам сделать какой-нибудь сводчик, если вам будет видно. Просто бесподобный продукт. Вот как она смотрится. Это цвет, который больше холодного оттенка подойдет девушкам с холодным цветотипом. Неважно, блогинки или брюнетки, если у вас холодный цветотип, то это больше в вашу сторону. И, как я говорила, о качестве вообще. И запах приятный, и ложится она прям как масло, и держится хорошо. В общем-то, я ее очень-очень довольна. Потом у меня идут вот такие вот румяшки. Номер у них 756. И где-то здесь еще было название. Это Роз Шерри. На самом деле, несмотря на то, что у них есть название роз, розовый, они смотрятся больше как персик, причем темный персик. Но на коже, упала кисточка, на коже они смотрятся более чем вот таким, какой-то легкой дымкой, передающей вам натуральный румянец. Очень-очень красиво. Мне тяжело, я их на себе сейчас как бы на себя нанесла, но тяжело показать, потому что у меня сейчас очень проявлен свой румянец. У меня сейчас кожа немножко так в аллергическом действии, поэтому мне тяжело показать вообще. Но они вот буквально, я не знаю, все-таки я попытаюсь вам что-то показать. То есть это настолько вот что-то мягкое. А ложится как вуаль, как шелк. Очень приятный запах, приятно, как она вообще ложится. Красиво смотрится. Есть частички шиммера, но не столько редкие, что это больше перелив такой на вашей коже. Смотрится очень-очень красиво. Хотелось отдельное слово сказать о самой кисточке, потому что она очень хорошо сделана. Это скошенная кисточка. Это, скорее всего, натуральный ворст. Но я чувствую, что это натуральный. И ложится это просто... О, очень-очень приятно. Она очень мягкая. Иногда, знаете, не всегда такие маленькие кисточки делают хорошие. Но вот это вот... Берите на замеску, кого светлая кожа, вам эти румяна обязательно подойдут. И два продукта у меня будут из уходовой косметики. Это продукты от Анаяки. Я даже не знаю, если кто-то за мной следит еще с моих первых видео. Но если да, то я рассказывала о этой косметике с самых первых видео. Потому что раньше я этой косметикой только и пользовалась. И потом в какой-то момент, потому что она очень дорогая, я перестала пользоваться. Нашла какие-то более оптимальные варианты для меня. Во всяком случае, по ценовой категории и эффекту. Для чувствительной кожи, что я могу сказать? Да, прекрасные продукты. Здесь написано... Конечно, это рекламный трюк, что это с водой Fujiyama, что это японская фирма и так далее и тому подобное. В это я не верю. Но то, как это действует на мою кожу, мне, конечно же, очень нравится. Это умывальное средство. Это дневной крем для чувствительной кожи. В них нет ни парабена, ни какого-нибудь парфюма. Это средство, вот умывалка. В ней состоит несколько кислот, экстракт всевозможных трав там. И если выдавить она такого перламутрового цвета, знаете, как внутри ракушки. Сам крем тоже восхитительный. Он ложится на кожу, мягко как-то. Ну вот, такие ухаживающие, хорошие продукты. Он хорошо увлажняет, ничего не могу сказать. Насчет... Все вот... Думала купить крем под глаза. Я видела, что у них, как ни странно, он... Так что надо туда пальцем залазить. Если честно, если уж такую цену платить за косметику люкс и потом еще пальцем туда лезть, лично я считаю, что это не очень. Вот. Ну и сейчас, благодаря моему мужу, это его подарок, он знал, что я хотела эту продукцию. И он предложил как бы снова попробовать, посмотреть, как реагирует моя кожа сейчас на нее. Поэтому, ну, пока что реагирует хорошо. Кто ищет, у кого есть средства и ищет хорошую косметику для чувствительной кожи, я могу ее посоветовать. Что ж, на этом было все. Надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было полезным. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам, до следующей встречи. Всем пока!